всем привет друзья вот пришла пора мне подвязывать мои фуксии которые я формирую на штамбике решила вам показать как я их не то что подвязываю а как я в дальнейшем начинают например их формирование она вот на таком вот этапе вот этой фуксии у меня будет немецкий жемчуг вы видите она у меня начала засветать сразу видно что попалась все таки наверное такая веточка с каким-то такими цветочными почками я конечно вот эту вещь удаляю цветочки здесь не нужны вот этот меня конечно огорчает потому что она у меня такая хорошенькая растет и на тебе здрасте тут цветочки цветы они отбирают силы у фуксии и сейчас покажу что я удаляю из побегов вот на этой фуксии удалять тут совершенно нечего вот эти все листья которые растут вот это вот узел они листья вот эти нужны для вот это вот самого побега для питания для утолщения и для того чтобы она у меня начала расти я сейчас покажу к чем я подвязываю можете кто не видел я подвязываю вот такими вот ну и носочки допустим есть у кого и боль колготки или гольфы вот такие вот да вот остаются берете отрезаете вот такой вот длинную узкую полосочку и начинаете подвязать это вот именно это и подвязать потому что если каким-то другими крепежами подвязывать то вот этот стволик который должен утолщаться он будет у вас деформированный потому что вот это подвязка она мягкая эластичная и она не будет деформировать сам стволик подвязываю каждый где вот между узлами каждый вот это подвязываю вот здесь вот и вот здесь вот можно подвязать чтобы стволик рос ровный если начинать подвязывать через длинное расстояние то стволик скорее всего будет неровный ну вот так вот я ее подвязала вот достаточно вот этой одной подвязки пока тут она еще мне такая маленькая но можно в принципе здесь подвязать но еще маленький вот этот вот междоузли еще не очень выросла поэтому я вот эту фуксию от слов отставляют она уже ровненько стоит следующий фуксию мне идет магелланика она у меня уже требует той же подвязки фуксия будет ну вот у нее тут уже видите вот растут уже вот в этих вот вот в этих узлах у нее уже растут побеги из узла идут новые побеги вот эти побеги они нам не нужны листья мы оставляем а побежки убираем почему потому что они будут отбирать силу фуксии как и цветочные почки ну вот эти побежки они конечно маленькие малышки поэтому это еще не скажу что это прям уже поздно поздно и это даже рановато потому что трудновато отсюда их просто так вытащить поэтому я не опоздала ясно за ними смотрела я наблюдал я знаю что они еще потерпели бы можно было бы их чуть-чуть подрастить чтобы удобнее было оттуда их удалять подвязать вот уже требуется потому что видите вот я где подвязала вот уже вырос новый и вот второй и вот уже третий пошел а надо бы вот в каждом в каждом промежутке подвязать надо вот они такие эластичные и легко подвязывать любой цвет может быть может быть черный может быть и телесный цвет но телесные более такой незаметную по стволику так вот смотрю только единственное что их пересаживать надо я посадила вот такие стаканчики надеюсь на то что они не так быстро корневую такой вот вы нарастят они уже нарастили еще тут стаканчик 250 миллилитров это фуксии у меня растет уже где-то миллилитров 350 из обыкновенной сметанные стаканчики я им пользуюсь тоже и вот это у меня фуксия я скорее всего я буду формировать вот до этого до окончания вот этой палочки потому что она у меня идет как бы считается полуампельная балерина и я хочу чтобы у нее все-таки был такой небольшой штамбик не хочу чтобы она у меня была высокая сделаю я сантиметров 50 и достаточно и вот я смотрю у нее и стволик уже подрос сам и очень много побежков и они уже очень большие вы видите какие они вот они уже какие хорошенькие поэтому хорошенькие для для фуксии конечно не может быть и нужны были бы если бы она росла весной а сейчас они не нужны тем более я формирую из нее штамбик вот все убираю из этих вот узлов все 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 листочки все оставляю а вот эти побеги все убираю они потому что забирают силу как и цветочные почки ни в коем случае мы не оставляем не по не побеги не цветочные почки так все проверили они кстати вот могу берем они опять могут вылезать начинать поэтому их все время надо проверять и все все время удалять вот всю зиму этим я буду заниматься вплоть до весны до высадки и ее сейчас подвяжу потому что она уже тоже подросла вот так вот беру и подвязываю надеюсь видно я потому что на камеру не смотрю стою сбоку мне и работать надо снимать получается неудобно но если кто формирует со мной вместе то спрашивайте ну а кто интересуется тот может наверное конечно меня и посмотреть для любопытства а может быть и захочет формировать вот сейчас кстати не поздно еще формировать даже и после нового года можно начать формировать но уже поздновато будет лучше формировать конечно начинать сейчас вот именно даже как бы месяц назад было бы хорошо вот я поэтому начала их формировать самые первые вот эти вот начала формировать потом уже поздновато будет почему потому что хочется чтобы она зацвела а там получается формировка еще идет и она будет не готова цвести уже к весне а мне хочется чтобы она уже цветущие было вот теперь они уже похожи как говорится на людей кавычках вот вот такие вот хорошенькие у меня будут деревца но я надеюсь они потерпят у меня до нового года после нового года я их уже поставлю на пол под подсветку они они требуют подсветки без подсветки их выращивать можно но будет междоузли очень длинные это нежелательно нежелательно и сейчас особенно тогда когда будет формироваться уже сам вот этот вот наверху пышный кустик там должны быть все-таки междоузли не такие длинные но и сейчас штамбики все-таки должны быть все таки плотненькими такими питание будет хорошее идти им они вот этим штаммики должны наращивать стволик питаться от этих листьев но представь себе если будет она тянуться листа будет вот сантиметров 10 друг от дружки какое ждут питание поэтому ставим под подсветку я думаю что без подсветки не получится хорошо вырастить потому что я пыталась первый год вырастить без подсветки по крайней мере подсветка было им но не важная и у меня получилось он такой тощеватый так будем говорить но ничего в этом году но мне немножко исправился надеюсь на растет он стволик у него получился очень такой тонковатый но на этом все всем всего хорошего мира добра здоровья и благополучия всем пока пока